Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, доброе утро, шалом, доброго ранку, бонжур, гуден мордин, гуден мордин. Хорошо, значит, пока все собираются, Максим Перенчук уже готов, Деоргий Нивин, у нас всегда первые заходят, вот Максим и Деоргий, молодцы. И Кристина тоже, всем привет, да, бонжур. Все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, прямо пока, еще нам впереди очень много, да, очень долго. И мы сейчас находимся, 14 глава, и как раз 14 отрывок, очень интересно совпало, 14 глава, 14 отрывок в книге притчи царя Соломона. Значит, что здесь написано, что здесь написано, давайте посмотрим. Мы остановились, давайте как, пока все как раз заходят, мы вспомним, что в предыдущем отрывке было написано, что... Да, Михаил Педусейшов, было написано в предыдущем отрывке, что Гамбисхок и Кавлев, то есть даже во время смеха болит сердце, Вэахарита, Симхатуга, и в конце самой радости печаль. То есть это опять же идет продолжение предыдущего отрывка, что Ксиль или Ивэль, то есть люди, которые живут в безбожественной такой вот большой идеологии, когда вера в Бога, вера в следующий этап в жизни и так далее, то есть даже если он смеется, у него есть кратковременная радость, у него внутри все равно болит сердце, потому что человек не может построить успешную глобальную жизнь, если он не соединен с Богом, если он не соблюдает божественные законы. То есть он может какое-то время, это как человек на хорошей машине, может выехать в город на спортивной машине и сказать, я не буду соблюдать правила движения, мне все равно. И он какое-то время, если он хорошо ездит, он может гонять на хорошей машине на красный свет, но рано или поздно, рано или поздно, если он не соблюдает правила движения, то он обязательно попадет в аварию. То же самое, человек, который идет по жизни без божественных заповедей и нарушая законы Бога, рано или поздно происходят аварии. И об этом нас предупредил царь Соломон, что не смотрите на внешнюю картинку, я привел, я думаю, что вы читали, в комментариях есть статья про звезд советского кино, которые внешне были супер веселыми людьми, а внутренне у них разрывались сердца, как у Миронова, Андрея Миронова, один из самых веселых актеров, помните, Бриллиантова рука, все умер на сцене там в 40 лет от разрыва сердца. То есть у него сердце внутри не выдержало той печали, в которой он жил. Хорошо, теперь дальше 14 отрывок продолжает ту же тему и написано так. Мидрахав, изба, суглев, умеалав, иштов. Значит, это очень сокращенный отрывок, без комментариев вообще не складывается, но комментарий нам добавляет слова и понятно, что в этом сокращении скрыто. Значит, Мидрахав, изба, суглев. От путей своих насытится суглев, это тот, кто идет против сердца. Непонятно. Но если соединить с предыдущими отрывками, то сразу становится понятно, о чем говорили мы в предыдущих отрывках. Что человек, который, вот он даже Ивэль, Ивэль это который грешник степти, который прям против Бога он и доказательства приводит, и выступает, и копает, и копает. В сердце он все равно чувствует печали. То есть, его сердце чувствует, что он идет в никуда, и он сам же себе доказывает, что его смерть это будет просто яма, и он исчезнет. Теперь, значит, вопрос, на который отвечает 14 отрывок. А если человек в сердце чувствует, что он поступает неправильно, но продолжает поступать неправильно. То есть, человек, который, помните, был в 12-40, по-моему, застенчивый воришка, ему было стыдно, но он воровал. Так где здесь вот эта разница? То есть, в сердце человек, например, верующий, а снаружи он атеист. Или же человек внутри, он в Бога верит, а снаружи он там маньяк. Маньяк, да? Как? Как быть? Значит, смотрите. Говорит нам царь Соловон, от путей своих насытится тот, кто идет против сердца. Значит, если в сердце человек хороший, а действует он плохо, то ему будет наказание за действие. Действие в этом случае важнее. То есть, если человек в действиях, он показывает, делает неправильные действия, он получит за действие. Хорошо. Теперь Умэ Аллаф Иштов. И от него должен отойти хороший человек. То есть, должен от него убежать прям хороший человек, добрый. То есть, когда вокруг, мы уже много раз на эту тему говорили, но напомню еще раз, как сказал нам в Перте Авод, Юшоа бен Прахья, по-моему, Архек, Нитай Арбели, сказал это Нитай Арбели в первой главе. Он сказал так. То есть, если человек хороший, он думает, ну я же хороший, ну и что, что я буду общаться там с какими-то преступниками. Ничего со мной не случится. Еще царь Соломон говорил, потом Нитай Арбели подтвердил, что если человек хороший, он должен стремиться общаться с хорошими людьми. То есть, он должен выстроить вокруг себя ситуацию, в которой он не будет общаться со злодеями, в которой он будет общаться только с хорошими людьми. Потому что, даже мы учили глубже, даже если копнуть, в трактат Медива мы учили в Талмуде, что запрещено даже смотреть на лицо злодея. То есть, если человек смотрит на лицо злодея, то через это лицо к нему входит в душу вот это вот злодейство. И получается, что, я тоже вспоминаю в Пертьевод, написано было, что, То есть, есть такая там тоже мишна, что когда люди, которые ссорятся, Болейдиним, это те, которые судятся, ссорятся друг с другом, стоят перед тобой, чтобы они оба были в твоих глазах, в глазах судей, как злодеи. Раз они судятся, то ты не знаешь пока, но судья должен на них смотреть, как на злодеев. И рассказывали историю, как был один очень большой там раввин, велитий раввин, и к нему пришли два, два были в этой общине, в которой он был раввином, Были два человека, которые они давали, содержали эту общину, два богатых таких человека пришли, И у них между ними возник конфликт, бизнес-конфликт. И они, как религиозные евреи, которые оба хотят соблюдать, они пришли к раввину и говорят, скажи нам в этой ситуации, как поступать, так или так, кто кому должен деньги, он мне или я ему. Какой-то у них был бизнес-спор, и оба были готовы, по мнению раввина, поступить, как говорит в этом случае Тора. И они пришли к нему, а он их очень уважал, они были главные благотворители, содержали общину эту, да? И они приходят, говорят, вот у нас суд. И он как встал вдруг и говорит, а ну встать! Они таки встали, он вот так закрыл голову Толитам и говорит, ну рассказывайте. Они говорят, Ребе, что с вами? Он говорит, написано, что когда придут болейди ним к тебе, пусть будут оба в твоих глазах, как злодеи. И в трактате Медива написано, что на злодея нельзя даже смотреть. Так я не буду на вас смотреть, вы сейчас для меня как злодея рассказываете суд. Потом, а написано дальше в этой Мишне, написано, что когда они будут уходить от тебя, пусть будут в твоих глазах, как садите, если на себя не приняли суд Торы. То есть, если они сказали, как Бог сказал, так мы и поступим, значит они тут же из злодеев становятся праведниками. Когда вот этот вот раввин, он их ситуацию рассудил, и они оба согласились с решением суда, то он тут же снял Толит с головы, им сказал, ну здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, дорогие, там рэп Зуся и рэп Мойша. И стал им улыбаться. Все. Поэтому мы еще раз давайте вместе этот отрывок посмотрим. Если у человека в сердце он чувствует, что поступает неправильно, но продолжает поступать неправильно, ему будет наказание за поступок. Второе. Если человек хороший видит, что кто-то поступает плохо, он должен от этих людей отдалиться. Если он может их остановить, пусть останавливает, если не может остановить, должен от них отдалиться. Как есть такое стихотворение, что Илья старается активно уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. То есть он не мог остановить их, но он хотя бы сделал что-то хорошее рядом, чтобы привлечь внимание. Вот. А если бы он не мог, то он должен был бы убежать. Хорошо. Двигаемся дальше. Пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он, царь Саламонам говорит следующее. Петти яамин ли кольдавар. Наивный будет верить каждому слову. Ве арум явин ли ашеро. И Арум это хитрый, он поймет и обдумает каждый свой шаг для своей пользы. Для своей пользы. Значит, здесь нам царь Саламон вводит еще две категории людей. То есть есть злодей, есть праведник. Злодеи делятся на две категории. Есть грешник-стептик, который отрицает саму суть добра и говорит на добро-зло, то есть он меняет как бы правила, он говорит, а кто сказал, что там зло, когда мужчина с мужчиной, кто это сказал? Я говорю, что это добро и так надо делать, да? Идем на парад гордости и пусть все так делают. Это называется грешник-стептик. Есть грешник по вожделению, он говорит, да, я понимаю, что это нельзя, я понимаю, что Бог запретил, но я не могу справиться, ну нравится мне мужчина, и все, не могу. И он, значит, но он как бы стесняется, но делает. Теперь есть еще категория, называется наивный и есть категория, которая называется хитрый. Чем они отличаются? Это способы мышления. Наивный, он всему верит, то есть у него нет никакого углубленного восприятия. Ему сказали, значит, идем на парад гордости, он говорит, идем. Ему сказали, надо теперь вот так вот, теперь правила такие. Он делает. И у него внутри нет ни угрозений совести, ни сердце ему ничего не подсказывает. Он как бы такой однослойный человек, это называется пыти, наивный. Теперь вторая категория, хитрый. Хитрый у него наоборот, все наоборот, это как бы противоположность наивному. Ему говорят там, надо это делать. Он говорит, кому надо? Кто вам сказал, что надо? Откуда вы знаете? А если это сделать, что будет? А если не сделать, что будет? Хитрый, он все время выстраивает вот эти вот многоходовые причинно-следственные связи. Он хочет разобраться. Он это делает, у него нет понятия добро и зло. Он это делает для того, чтобы себя обезопасить и для того, чтобы в любой ситуации выиграть, ну, занять выигрышную позицию. Это называется хитрость. И царь Соломон, он хитрость не осуждает. То есть хитрость это свойство ума, наивность это свойство ума. Теперь наивный в этой жизни он может выиграть, если он будет верить цадику. То есть если у него шанс в жизни выиграть, это только если он присоединяется к правильным людям. Наивный верит каждому слову. Хитрый, он обдумывает каждый свой шаг. Хитрый, он может в этой жизни преуспеть, если он нашел вот эту вот систему, правильную систему мировоззрения. Тогда он своей хитростью может догадаться, что выгоднее быть религиозным и быть с Богом в хороших отношениях, чем быть нерелигиозным. И тогда он становится на религиозный путь просто из хитрости, потому что это правильно. То есть он просчитал и он понял. Так, секундочку. Если Бог есть, тогда понятно, с ним надо быть в отличных отношениях, надо выполнять все, что он скажет. Бог создатель мира, творец мира, хозяин мироздания. Впереди у меня рай, вечная жизнь. То есть любое мое правильное действие умножается на бесконечность и дает мне бесконечную пользу и прибыль. Так думает хитрый. А если даже Бога нет, что я теряю? Я теряю, и он перечисляет себе то, что запрещено. Запрещены запрещенные связи, запрещена запрещенная еда. Надо в какое-то время делать то, в какое-то время делать это. То есть это хитрый, хитрый, значит, человек. Он может стать религиозным просто потому, что обдумав, это правильно, это практично. Наивный может стать религиозным, если он встретил на своем пути человека, который ему правильно рассказал, и он вошел в правильное окружение людей, он отлично себя чувствует в правильном. Если же он попал в банду, он будет себя также чувствовать в банде. И когда их всех посадят, он очень удивится, что ему дали 25 лет, ведь он ничего плохого не делал. Ему просто сказали труп закопать. Он закопал, сказали ему откопать, он откопал. То есть вот наивный, он очень удивится, что его в тюрьму посадят. Хорошо. Двигаемся дальше, да. Значит, нет, есть там, есть еще категория там. Там это простой. То есть он как бы в... Ишь там это... Сейчас, как сказать. Значит, как я понимаю, ишь там. Там наивный это пяти. Пяти это такое, как на русском, ну, тот, кого легко совратит. Ишь там, вот, например, говорят Яков, ишь там. Яков Ави, но он был там. То есть он с Богом вступает в такие прямые, безыскусные... Давайте, у меня сейчас не всплывает точно, как я определяю ишь там. Давайте в другой раз, да. Не всегда. Зарина вот пишет, что наивный может стать хитрым стептиком. Не всегда. Если люди, они до конца жизни наивные верят. Вот они читали газета «Правда», потом «Правды не стало», они смотрят «Первый канал». «Первый канал», они вот их... Вот они прямо идут. Сказали, значит, там, Владимир Владимирович сказал, что вот так. Вот они голосовали за Брежнева, за Горбачева, сейчас за Владимира Владимировича. Все. Это называется наивный. То есть они привыкли верить власти, например, да. И они не стали хитрыми, никогда не станут. Хорошо, пятнадцатый отрывок мы прошли. Шестнадцатый отрывок. Хахам Яре Весар Мира. Значит, Хахам это мудрец. Он боится и отодвигается от зла. Уксиль Митабер Убутеах. Ксиль это грешник по вожделению. Он переступает запреты Торы и он уверен, что все будет хорошо. Это нам царь Соломон дает нам дальше такое психологическое описание, как дальше происходит отношение человека с Богом. Значит, есть то, что называется божественная мудрость. Хахма. Божественная мудрость это то, что получили пророки от Бога. Бог сказал, это добро, это зло. Все, почему, это же Бог, он как бы, мы не можем задать вопрос, а почему. Мы можем человека спросить, а почему. Мы можем человека спросить, почему ты это сделал, почему то. А как мы можем Бога спросить, а почему ты человека сделал с одной головой? Почему человек с одной головой? Я бы, если был Богом, я бы сделал человека с двумя головами. Сейчас бы одна голова разговаривала, а вторая в это время кушала завтрак. Но как можно такой вопрос Богу задать? Он сделал человека с одной головой, с двумя руками, с десятью пальцами. Так сделал. А почему добро это добро, а зло это зло? Потому что Бог так сказал. Теперь, когда начинает Хатам, он мудрец, там это цельный, подходит вот слово, красиво, да, цельный. Значит, когда мудрец, он получает это знание Торы, оно обязательно встает в противоречие с его вожделением. Так Бог специально построил систему, люди специально сделаны не ангелами, а люди сделаны вот эти вот биороботы, которые потребляют пищу, ходят в туалет, размножаются странным способом. То есть у человека специально так Бог сделал, как игра такая, да, что он божественную душу посадил в такое вот животное тело. Потом он на это все дал человеку Тору и говорит, ну и посмотрим, что ты выберешь. Теперь и специально так сделано, что идет в противоречие запреты Бога с желанием человека. Это прямо выяснено в самом начале, когда Бог создал Адам и Хава, первый человек и первая женщина. И когда ей змей, вот это животное, ей говорит, смотри какой плод этого дерева, смотри какой он вожделенный для глаз, смотри как его хочется, какой он хороший, красиво выглядит. Давай, скушай. И вступает в противоречие. А Бог сказал нельзя. И она говорит, я не понимаю, почему он сказал нельзя. Красивый плод, я Хава считаю, что можно. Вот змей мне тоже поддерживает, животное это симпатичное. Значит, так давай съедим этот плод. А что Бог сказал нельзя? А он вообще мне сказал, я же не слышала. Он Адам Решону сказал первому человеку, мужу моему. А что мне муж? Он мне еще сказал, что нельзя кушать и нельзя облокачиваться. А вот я облокотилась, не умерла. И, значит, пошло-поехало, и она поступила так, как она захотела. Вот это то, что заставляет человека грешить, его желание, его вожделение. Теперь нам царь Самон говорит, мудрец боится и отодвигается от зла. Значит, есть у человека, есть такое понятие, которое очень сильно двигает всеми нашими решениями. Это понятие называется страх. То есть страх это инстинкт самосохранения. И человек боится всего, что может ему принести страдания, боль, смерть. Это у него прошивка. И эта внутренняя прошивка, она руководит большинством наших решений. Теперь, когда человек эту всю, этот весь свой страх, он его прикрепляет к Богу. И он говорит, я боюсь Бога. Я боюсь нарушить волю Бога. У него внутри появляется энергетика. То есть энергия желания. Я хочу, против него выступает страх. А вдруг Бог накажет. И только этот страх, ират Ашем, страх перед Богом, его хватает для того, чтобы справиться с вожделениями. И вот тогда внутри появляется сила. Вот об этом сказал нам царь Самон. Хахам Яре. Хахам, мудрец, боится. Весар, мира. И он отодвигается от зла. Он не будет делать зло. Теперь Уксиль. Ксиль это грешник по вожделению. Он знает, что Бог запретил. Как сказала, женщина же знала, ей же муж сказал. Он знает, но, но. Он, Митабер, он переступает. Он переходит запрет. Убутэх. Я уверен, что когда на небе будут проверять грешников, вот этих Ксилим, да, то 90% их преступлений начинались с одной фразы. Бог простит. Бог меня простит. Я знаю. Ну, что Богу жалко. Я хочу. Бог простит. И вот это вот Бог простит. Это Ксиль Митабер у Бутэх. Он нарушает и Бутэх, и он уверен. Уверен, что Бог его простит. Вот так вот. Значит. Но мудрец, он боится и не нарушает. У него есть внутри вот эта сила, которая его держит от зла. Все, дорогие друзья, мы сегодня изучили три отрывка. Можно подвести, каждому я очень советую подводить итог выводы. То есть делать свои личные выводы. Эти выводы фиксировать. Эти выводы кому-то рассказывать. Потому что важно не то, что ты слушал и понял. Важно, что у тебя после этого осталось. И твои действия после этого, потому что мы же, видите, уже учили. Мидрахав изба. То есть человек насытится от своих путей. И ну, лами приядэ мы поем в Эшетхаль. Дайте ей от плодов ее рук. То есть все, что человек в этом мире получает, это плоды его действий. И очень важно услышать, понять, запомнить, уметь повторить. Потому что только в этом случае ты знаешь, когда ты можешь об этом рассказать. Поэтому попробуйте рассказать то, что вы поняли. Пересказать кому-то, поделиться с тем-то. И сделать. Потому что во время, когда вы делаете и применяете, в этот момент действительно и происходит формирование человека. Все, всем проход, удачи, успехов, прекрасного дня. Все, счастливо.